ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, оценки за сочинение. Якушева, четыре. А почему? Там же все правильно написано. Я проверяла в книжке. Написано правильно, но мысли не свои. Три. Гуськов. Гуськов три. Почему три? У меня же свои мысли. А вот поэтому и три. Какие мысли, такая и оценка. Даша Васнецова. Два. А у меня что с мыслями? А у вас, Дарья, мысли Полежайкина. Слово в слово. А почему сразу два-то? Может быть, у нас параллельность мышления? Вы же мне с физичкой одинаковую оценку ставите? А у меня не свои мысли. Я могу книжку показать. Людмила Михайловна, ну, не ставьте пока в журнал. Может быть, я ее исправлю. А, сомневаюсь, Дарья. У вас еще семь двоек за первую четверть и три за десятый класс. Я даже не знаю, что делать, чтобы их стало меньше. Ну, например, можно эту не ставить. Поставьте хотя бы три с минусом. А то меня мама убьет. Нет, Дарья, я все-таки поставлю эту двойку. А чтобы их стало меньше, мне придется побеседовать с вашими родителями. Теперь она меня точно убьет. А еще и мне попадет за то, что я с ней плохо занималась. Это что ж получается? Ты на пятерке учишься, а твоих родителей все равно школу вызывают. Жизнь иногда выпускает жало, Стирая прошлое, словно вирус. И как и из тоже нас сбежала, И на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, Слезы утри, По жизни идет и смеется. Вот он, смотри, Он самый счастливый из нас, Избранный небесами. Он вам не старый баркас, А фрегас с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-па-пам Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам Его папины дочки. Да ладно, Дашка, Ты что, в первый раз, что ли? Это папе легко было сказать. А с мамой двойка, Это каждый раз снова ощущение. Боишься, как в пятом классе Снова Бородину придется учить. Чего его учить? Я его до сих пор помню. А сейчас на произведение Страниц по пятьсот проходим. Всем привет. Доброе утро. Привет. Ой, сегодня делала шопинг? Просто жуть какая-то. То, что они называют новой коллекцией, в Канаде уже два года на распродажах висит. Как два года? Мам, мам, ты чего? Машку к таким вещам подготавливать надо. Ее же инфаркт может хватить. Мамочка, а почему ты не спрашиваешь, как у нас дела? Может, у кого-нибудь в школе что-нибудь случилось? Ну, хорошо. Как у вас дела в школе? Мне сегодня по рисованию сад для аппликации. Цветная бумага у меня есть. Ножницы я у Маши в косметичке взяла. Мам, а ты мне новый клей купишь? А зачем? Ты возьми готовую. Вот, от Галины Сергеевны наверняка осталась. Нет, я хочу свою. Чтобы было красиво. А у меня что, было не красиво? Галин Сергеевна, не обижайся. Зато ты умная. Окей. Ладно, будет время. Зайду, посмотрю. Ну, а у остальных все в порядке. Пуговка, а ты не хочешь еще что-нибудь маме рассказать? Ой, точно. Еще Дашья учительница тебя в школу вызывала. Вот видите, у нее только в этом месяце восемь двоек, а это не может не настораживать. А меня вот настораживает другое. Почему у Даши восемь двоек, при том, что у всех остальных детей по две-три оценки? Я просто пытаюсь достучаться до нее, привить, так сказать, любовь к литературе, но она пока глуха к моим попыткам. Окей, давайте так, вы пока перестанете стучать, а я попробую с ней поговорить. Ну, мне кажется, опрометчиво винить в этом только Дарью. Да, ведь многое зависит от обстановки дома. Когда девочек воспитывал Серег, папа, ее воспеваемость была значительно лучше. Но с тех пор, как его вынудили уехать. Подождите, вы что хотите сказать, что... Я ничего, ничего не хочу сказать. Я все понимаю. Вам пока трудно свыкнуться с мыслью, что вы снова мать. Но сколько же можно ждать? Сколько? Ведь страдают же дети. Так, все понятно. Я поняла, почему страдают дети. Потому что кто-то страдает по их папе, а точнее, без их папы. Да откуда вам вообще знать, что значит страдать без их папы? Да и без мамы девочки эти полтора года не страдали, потому что я, я заменила им мать. Да? А по-моему, вы просто искали, кто заменит вам мужа. А никого я не искала. Я не искрою, что Сережа испытывал ко мне симпатию. А я и ответила ему взаимностью. Возможно, я стала бы ему хорошей женой. Хорошей женой? Насколько мне известно, хорошие товары по сорок лет на полке не лежат и на чужих мужей не заглядываются. А Сережа мне не чужой. Не чужой. И это еще надо посмотреть, для кого он чужой. Да, я вообще не понимаю, вот женщин, для которых стрела Амура, это хоккейная шайба. И вообще, девочки, скоро поймут, что вы, что вы плохая мать. Я плохая мать? Да откуда вам вообще знать, какая я мать? Маша, смотри, какое платье я тебе на распродаже купила. Да ну, мам, оно какое-то стрёмное, я такое носить не буду. Да? Ну, не выбрасываешь. Галочка, иди сюда. Ага. Ага. Да. Ну, и что? И что, твой Антонов впервые шли дома не ночует? Ну, один раз-то можно? Не, ничего. Просто показалось, что я утюг забыла выключить. Ой, я утюг забыла выключить. Галочка. А ее нет, а на бабушке курсовые помогают проверять. Женя, в чем ты ходишь? Вот, смотри, я тебе платье купила, только его надо немножко укоротить. А на третий день, который я провела с нашей больницы, она рассказала мне наизусть Бородину. Вот видите, я все-таки до нее достучалась. Знаете, что, чтобы вы мне не говорили, я хорошая мать. Я пять раз хорошая мать. Пуговка, то, что у меня выходит двойка за чатур по-английскому, ты услышала случайно. И маме об этом говорить не нужно, ладно? Даже если она спросит, как дела в школе? Даже если спросит. Пуговка, смотри, какой я тебе клей купила. Самый хороший и крепкий клей. Я, между прочим, три магазина обошла, чтобы его найти. Правда, я хорошая мама? Да, мамочка, спасибо. Женя, а у тебя как дела? Все в порядке? Я лучше пойду. Ты знаешь, если тебе что-нибудь нужно, можешь все рассказывать, как маме. Может быть, тебе что-нибудь нужно? Хочешь, тренажер по телевизору закажем? Нет, мам, спасибо, я не хочу. Даша, смотри, какой мне мама клей купила. Так, Даша, иди сюда. Значит так, доченька, ругать тебя за двойки по литературе я не буду, но исправить заставлю. Что вы там сейчас проходите? Тихий дом. Угу. Бери книжку и читай, чтобы я видела, как ты читаешь. Наизусть учить. Почему? Просто читай. Угу. Мамочка, я на дискотеку буду в одиннадцать. Так, стой, ты что, в этом пойдешь? Да. Надень теплые колготки. В ту... Зима, простудишься. Рана перевернула. Внимательней читай. Галина Сергеевна, боже мой, в чем ты ходишь? Так, завтра же поедем с тобой по магазинам. Ну, ладно, если ты так хочешь, конечно. Мамочка, а может наоборот какие-то теплые колготки со мной по магазинам? Мамуля, а что случилось? Ничего не случилось. Просто я хорошая мать и я забочусь о вас, что бы там кому ни показалось. И вообще, завтра не стройте никаких планов, мы проведем вечер в кругу семьи. Мам, а ты никаких отговорок не принимаешься. Мам, можно страницу перевернуть? Я уже внимательно прочитала. Давай. Что, пуговка, закончила аппликацию? Еще нет. Пуговка, надо аппликацию не себе на лоб, а на бумагу клеить. Я знаю, это просто клей так быстро приклеивает. Да? А что ты хотела сделать? Ураган? Нет, это скорее сюрреализм. Хотя в ее возрасте вряд ли. Никакой это не ураган. Это кошка. Где? Нет, ну, в принципе, похоже, конечно. Ну, все понятно. Мама купила ей суперклей. Вот, приклеивает стекло, металл, по прочности склеивания заменяет сварку. Отлично. Да, похоже, мама переборщила со своей заботой. Галечка, слушай, вы когда с мамой в магазин пойдете, вы выбираете такие розовенькие вещички и на два размера больше. А я тебе свои отдам, ты ведь все равно еще растущий организм. боюсь, жертвы маминой заботы лишены выбора. Ой, пуговка, что это, ураган? Это кошка. А, ну, просто я сразу не поняла. А, ну, просто это не очень красивая кошка. А красивая кошка, так вот, а, нам-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем? Нам-нем-нем-нем-нем-нем. А, вот! Кажется, кто-то в кино опаздывает. Пошла уже Ты знаешь, мне кажется, у тебя очень красивая кошка Да, мне тоже очень-очень нравится Я бы сама такую красивую в жизни не склеила Да, я Я знаю, только я думала, что я талантливее Пуговка, что случилось с тебя? Кошка не получилась? Получилась, но меня не похвалили Сказали, что я ее не сама сделала Как ты не сама? Ну-ка, покажи Пуговка, ну это была моя самая-самая любимая футболочка Эх, а теперь будет твоя самая любимая половая тряпочка Пуговка, а чего у тебя кошка на черном фоне? Кошки ночью гуляют Пуговка, а ты с чего ночь села? А теперь это будет твоя любимая половая тряпка Ой Так, сейчас я найду еще четвертый альбом из Канады Мам, а может как-нибудь в другой раз, а? А действительно, мы же не в последний раз так собираемся А сейчас у меня для вас один маленький сюрприз Надеюсь, это не видеозаписи из Канады Давайте поиграем в твистер В эту игру меня научили играть в Канаде А сегодня я увидела ее в магазине, представляете? Мам, у нас в России фильмы быстрее, чем в Америке появляются А ты нас хочешь игрой удивить Тем лучше Значит, правила вам объяснять не надо У вас еще кетчупом полить и вы совсем как макароны будете Мам, груди быстрее, я уже рук не чувствую А то я твои коленки прекрасно чувствую Окей, левая рука на синее Сейчас Держите меня, я падаю Вот эти моменты в игре самые веселые Я серьезно, я серьезно, девочки, падаю Девочки, что случилось? Что? Больно? Ой, не двигайтесь Рукой пошевелить можете? Ой, не надо шевелить Не двигайтесь Мама, что я наделала? Ох уж эти родители, все одинаковые Чуть что, сразу в панику На свадьбе соживет Мне так бабушка говорила, когда локти поцарапала Ой-ой-ой Ближетки, если вы переписываете сочинение, чтобы исправить двойку Надо писать хотя бы другое сочинение Ну, у нее другой книжки нету Людмила Михайловна, можно войти? Конечно, конечно Девочки, что с вами? Да так, упали Одновременно? Вот, вот что значит, когда мать не заботится о своих детях Почему не заботится? Это как раз результат ее заботы Поставьте хотя бы три с минусом А то меня мама убьет А еще и мне попадет За то, что я с ней плохо занималась Господи, бедные девочки Так это мама? Ну да А я как сказала Так значит, я оказалась права Я все-таки опоздала Мне кажется, вы нас немного неправильно поняли Мы вчера играли И нам надо было одновременно поставить ногу на зеленую Она еще издевается? Да нет же, это игра такая Нет Нет, девочки Это уже не игра Это все очень-очень серьезно Я, конечно, понимаю Она вам хоть биологическая Но все-таки мать И вам нелегко об этом говорить Была Галина А стала Полина Пуговка Что ты тут делаешь? Думаю Как это сдавать? А смотри, что я тебе купила Новый клей Хороший Который не очень хорошо клеит И долго сохнет Спасибо, мамочка Пока что не за что Вот когда мы с тобой вместе склеим кошку Тогда и скажешь Давай ножницы Ты какую хочешь? Рышу Хорошо Начнем с усов Ну, смотри, какая кошка у нас получилась Мам, это больше на ураган похоже Или на сюрреализм Ну, какой же это ураган Смотри, вот голова Вот хвост Ну, или вот хвост Ну, скажешь, что склеила фантастическую кошку А не обыкновенную Мам, ну, как ты не понимаешь Это не детский сад Это первый класс Тут в это никто не поверит Ну, и ладно Пусть это будет обыкновенная кошка Сейчас мы ее немножко исправим Да ладно, мамуль, не надо Тут уже ничего не исправишь Посмотри Издали она больше на кошку похожа Ты просто ее близко учительнице не показывай Да сколько ж можно уже на тебя время тратить? Ага О, видите Теперь-то она не отвертится У меня теперь доказательства есть Так, нам поступила жалоба, что у вас рукоприкладством занимается Да нет, вы что Просто Людмила Михайловна все не так поняла Ой, здрасте Вот, смотрите Эту женщину нужно лишить родительских прав Она бьет детей Что вы стоите? Идите, обратите пострадавших Простите, но тут никто никого не бьет Да, придумают же эти американцы Ну ладно, вы, гражданочка, извините Недоразумение вышло Конечно, недоразумение Я же вам так сразу и сказала Наша мама вообще самая хорошая мама на свете Конечно Товарищ участковый, вы, пожалуйста, еще раз все проверьте Возможно, девочки просто боятся сказать правду Вы посмотрите, что в этой семье делают дети У них же стресс Это не я делаю, это мама И вы, гражданочка, успокойтесь И в следующий раз, не дай бог, конечно Сразу ко мне идите А не звоните в прокуратуру И тем более, вам он До свидания Ну что ж На этот раз вам удалось избежать правосудия Но я еще выясню Можно ли с помощью вот этой штуки Вывихнуть себе руку Людмила Михайловна Вы, если в следующий раз надумаете зайти Вы лучше заранее позвоните А то вдруг я отбивные делать буду Мало ли что вы подумаете Ха-ха-ха-ха До свидания Девочки, а вы правда считаете, что я самая лучшая мама на свете? Или вы это так для них сказали? Ну, конечно, мы считаем Только не надо, а у нас больше так сильно заботится Ладно Так, почти все А где зеленая бумага? А зеленой бумаги нету Мне же мама помогала А из чего ж тогда кошке глаза вырезать? Без глаз кошки не бывает Меня опять в школе не похвалят И магазины концтоваров уже закрыты Пуговка, а ты скажи, что кошка отвернулась О, а что не спим? А мы тут думаем Из чего кошке зеленые глаза вырезать Женечка Ты же эту футболку уже давно носишь Она, наверное, тебе уже надоело А что, при чем здесь моя футболка? Э-э-э Это... Это вы чего задумали-то, а? Нет, погодите, погодите Должны быть еще варианты Галя, придумай что-нибудь Спасибо, девочки Что бы я без вас делала? Скажи Женьке спасибо Если бы не она Ну ладно Я и сама не знаю, как вспомнила про него И почему многие начинают соображать Только в критических ситуациях? Надеюсь, мамочка не очень расстроится Когда узнает, что мы сделали с ее подарком Супер Добрый день Не обращайте внимания Это я поскользнулась Ужели она все-таки попробовала? Да нет С кем ей играть-то? Сидите, сидите Людмила Михайловна Вы не замените меня на следующем уроке Мне второго пункта надо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому